Смотрите видео о том, фантастическом варианте спасения Украины, который мог бы переформатировать, по крайней мере, наш нынешний научно-технический прогресс. Дмитрий Быков, Алексей Арестович. Президентом Сомали быть лучше, чем президентом Украины, понимаете, да? И здесь следует подчеркнуть, что Арестович сейчас является не только врагом Зеленского, но и энтузиастом научно-технического прогресса, вовлеченным в реализацию космических программ Маска. То есть и тем нашим врагом, с которым, быстрее всего, нам лучше всего было бы иметь дело. Только от врага можно услышать правду, потому что я знаю, что такое Украина изнутри. Что во время распада СССР она в экономическом, техническом, военном и идеологическом плане на самом деле была значительно мощнее Российской Федерации. Простите, ради бога, я понимаю, что это, может быть, не очень приятно слышать, но еще с интервью с Ксенией Собчак я подумал, ну, если бы я был на месте Путина, я бы предложил Арестовичу стать таким украинским кадыровым. Чтобы спасти остатки Украины. Вы обеспечиваете, в буквальном смысле, то, что я услышал про переформатирование Украины под мультинациональный проект. Не мульти, а поле, это разные вещи. Я не хочу быть президентом, я собираюсь им быть, но это очень разные вещи. И здесь в русле фантазий Собчак соблазнительным было бы предположить, что к власти на Украине вполне мог бы прийти и человек, которому под силу было бы восстановить творческий потенциал Украины, частично все еще сохраняющийся со времен СССР. Что, кстати, было ею продемонстрировано созданием для нас в ходе СВО такой проблемы с беспилотниками, с которой мы до сих пор надлежащим образом справиться не можем. И тому же Арестовичу, который совсем недавно был рупором Зеленского, облизывающим его со всех сторон. В роли своего рода Кадырова с научно-техническими интересами Маска было бы уместным начать свое президентство вот с такого рода заявления. А аксиоматическая идея, базовая, которая стоит за вот этим вопрошением, по типу, вы шпион, не будете ли вы российским Кадыровым, там, новым и так далее, и так далее, стоит убеждение, что... В нынешней ситуации, как и тогда, когда СССР решал почти все свои проблемы как за счет ускоренной индустриализации, а также ускоренного осуществления прорывных проектов в области космонавтики, атомной энергетики и прочее, все определяется ускорением научно-технического прогресса, но при этом необходимые средства выделяются не тем, кому надо. Земля уперлась в фазовый барьер, я цивилизационно ставлю вопрос. Больше ста лет нет открытий физики, это потому что старая метафизика уже не обслуживает, нет фундаментальных открытий, мы в глобальном тупике, я знаю, что делать за тупиком, я так ставлю задачи, какой нахрен... Научно-технический прогресс на основе чрезвычайно неэффективного и поэтому прожорливого копирования природных явлений, в частности, в варианте сверхмощных авиационных, космических двигателей им подобных устройств. И это при том, что все еще совершенно не используются те дармовые реактивные двигатели, о существовании которых в 1900 году заявил наш соотечественник Иван Осипович Ярковский, на что всерьез обратили внимание только через сто лет. Те двигатели, на основе которых могли бы еще в середине 20 века появиться конструктивно не намного более сложные по сравнению с пресловутыми вакуумными дирижаблями гиперзвуковые водородные летательные аппараты, а также космические аппараты не тяжелее гелия. Тем более, если бы тем же американцам хватило бы ума повторить на Луне исторически значимый эксперимент Галилея с бросанием на Луную поверхность не только молотка и перышка, но и шарика, подобного тем же амортизационным баллонам, которые до этого побывали уже на Луне, в составе Луны 9. Высоты не разглянешь там внизу, понимаете, да, этих... Эффективных муравьев, которым, по сути, подобны те ученые, которые с бурным развитием капитализма превратились в предпринимателей от науки, начисто лишенных любопытства, которые превратили науку всего лишь в инструмент определения выгодного для их самих направления развития научно-технического прогресса и, соответственно, решения всех наших проблем. Проблем, которые просто не могли не привести к необходимости проведения специальной военной операции на Украине. И все это в условиях притеснения русской цивилизации и наиболее ярко выраженным на самом деле игнорированием русской творческой мысли, начало которому, по сути, было положено отношением западной и прозападной науки к все тому же эффекту Ярковского. На основе которого властям независимых государств будущего русского содружества было бы под силу не только наладить нормальные взаимоотношения, но и совместными усилиями радикально ускорить научно-технический прогресс. И именно за счет привлечения такого же объема средств, которые Сталину пришлось изыскать и выделить на ускоренную индустриализацию. И в связи с этим, пожалуй, только лишь креативный Арестович не воскликнул бы. О чем вы говорите? Который, конечно же, понимает, что хотя из тех же ноу-хау процентов 90 являются откровенной чушью, как и в случае с золотодобычей и огромнейшими затратами на обработку пустой породы, этот бизнес является чрезвычайно выгодным как раз из-за гарантированного существования таким самородков, как и тот же эффект Ярковского. И очень бы хотелось, чтобы такого рода человек появился на Украине, и путь бы им был и тот же пресловутый укропатриот Арестович.